Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас лепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о том 10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Это так легендарно. Тэхён оглядывается на экран, проверяет, не сфокусирована ли камера на нем и Чингуки, а затем целует его плечо, прикрывая рукой. Девятое место. Это так мило! Все изменчиво в этом мире. Взрываются целые планеты и рождаются новые. Изменения претерпевают целые цивилизации. Меняется кардинально погода в полюсах, меняются традиции и нравы народов. Все меняется вокруг. Неизменно лишь одно. То, как Тэхён обнимается спины своего парня. Восьмое место. Нам нужно поучиться у Тэхёна и Чингука. Мастер-класс. Как незаметно пробраться к любимому. После этого не забудьте похвалить друг друга. Какие вы молодцы! Миссия выполнена! Седьмое место. Это взгляд Тэхёна на Чингука. Обожаю ту хитрую улыбку, которая громче любых слов. И то, как этот хулиган проболтался всем про общую Тэгу-комнату. Он с нами делится фактами об их с Чингуком времяпровождении или какими-то моментами. Тэхён говорит с нами. Инстаграм Тэхёна – это прецедент. Это абсолютно его органическая стихия. Его уникальное средство общения с нами. Выражение себя. Орудие продвижения своего творчества, в конце концов. Но не стоит забывать, что это его личный способ сказать, кого и что он любит. В пользу кого он выбирает и ставит неоспоримый приоритет. Это его мессендж и послание, в которых слишком много места и времени уделяется для просто друга и участника. Этот момент такой горячий. То, как Чингук двинул руку к Тэхёну, понимая, что тот схватил его за талию. Как бы говоря, малыш, мне это не нравится. Шестое место. Тэхён – такой Тэхён. Тэхён подходит к Чингуку и забирает его с собой. Все свое уношу с собой. К слову говоря, Чингук вовсе не против. Может быть, он даже ждал, когда Тэхён сделает это. Пятое место. Давайте просто вспомним этот момент. Время тогда просто остановилось. Мне было так неловко смотреть, как будто за чем-то интимным наблюдала. Немного отвлечемся. Новые кадры с Тэхёном и Намджуном. Когда выражение «мощная пара Южной Кореи» приобрела другое значение. Теперь они действительно мощная пара. Чингук активничает в ТикТок. У него новый лайк на видео с Хасоком. Обновление «Компоуз Кофе». Время розового. Наступает новый сезон. Розовые моменты. «Компоуз Кофе» всегда стремится к одному и тому же, прокладывая путь к новому началу и многообещающей повседневной жизни композиторов. Надеемся, что каждое мгновение, которое мы проводим вместе, будет наполнено розовым счастьем. Чингук в Твиттере 7 лет назад. Сегодня хочу напомнить этот момент. Тэхён и Чингук стоят за стеклом и ждут, когда в стекло прилетит фрукт. Задача не отреагировать на это, и ребята справились отлично. Посмотрите на Тэхёна. Не зря он в спецназе служит. Это было почти 7 лет назад. Новости из армии. В 5-м дивизионе, где службу проходит Чингук, началось специальное обучение – научная боевая подготовка. Это самая сложная подготовка в военной жизни. Это научная система боевой подготовки с использованием электронного оборудования. Благодаря симулированной боевой системе и высококвалифицированным силам противника проводится масштабная боевая подготовка, приближенная к реальному бою. Период предварительной подготовки составляет около 10 дней, а фактическая боевая подготовка в настоящее время проводится в течение 4 дней и 3 ночей. Прежде чем присоединиться к армии, войска готовятся к обучению в течение 3-4 недели. Артиллерийские части, танки, подразделения информации и связи, инженерные части и подразделения ПВО частей непосредственного управления 5-й дивизии соберутся в тренировочном лагере в Инджи, провинции Канвандо, и начнут жить в лагере на открытом воздухе. При проведении учебных боев и встречных боев ночная боевая подготовка проводилась в течение 3-х ночей и 4-х дней с очень неудобным питанием и сном. Они проходят изнурительную подготовку по транспортировке грузов через горы. После завершения подготовки к выходу из объекта, включая тактический анализ, проверку оборудования и возвращение, обучение заканчивается, когда солдаты возвращаются в свои части. Красивый Чингук в Твиттере 3 года назад. Я скучаю по вам, армия. Это точно про меня. Я Тихен по жизни. Макс, американский певец и автор песен, актер и модель, назвал Чингука своим порталом в мир кип-поп. Вопрос. Что послужило вашим порталом в мир музыки? Его ответ. Отличный вопрос. Чингук из BTS стал для меня таким порталом. Он исполнил песню под названием «Еще одни выходные», которая мне очень понравилась. И тогда я хотел, чтобы лейбл больше в это вкладывался. И когда Чингук исполнил ее в прямом эфире, я подумал, что невероятно, что кому-то еще нравится эта песня. И я подумал, кто этот парень. Его голос потрясающий. И, честно говоря, это был тот самый момент. Я сразу же погрузился в это. Так что, привет Чингуку. Я до сих пор не встречал Чингука, что безумно. Он оказал огромное влияние на мою жизнь, так что большая любовь к нему. И надеюсь скоро встретить его. Это изменило мою жизнь удивительным образом. Тэхён упоминался в развлекательных новостях. Джеки Чан продемонстрировал свою выносливость во время съемок индонезийской рекламы с Тэхёном. Тэхён сказал, привет, я Тэхён. Я так рад, что Джеки пришел провести со мной время, чтобы я мог встретиться со всеми вами. Почему смерть изображают старой женщиной с косой? Если она выглядит вот так. Я много разговариваю сам с собой, да? Милая подборка моментов с Чингуком, любящим комментировать свои действия и просто говорить вслух. Интересный факт. Разговор самим с собой – признак интеллекта. В ходе исследования, проведенного университетом, 28 участникам были даны инструкции, в которых их просили либо читать вслух, либо тихо про себя. Затем исследователи наблюдали за тем, как участники выполняли задания. Выяснилось, что участники, читавшие инструкции вслух, были более сосредоточены и выполняли задания эффективнее, чем те, кто считал про себя. Психолог и соавтор исследований доктор Палома Мари Бефа пришла к выводу, что польза от разговора с самим собой может заключаться в том, что вы просто слышите себя, поскольку слуховые команды лучше контролируют поведение, чем письменные. «Даже если мы разговариваем с вами с собой, чтобы получить контроль над сложными задачами, производительность значительно улучшается, когда мы делаем это вслух», добавила она. «Те, кто разговаривает с вами с собой, как правило, достигают большего в жизни». «Четвертое место. Я не могу выкинуть этот момент из своей головы». «Вот мы смотрим на то, что творят парни, и теряем себя в них. А что же тогда чувствовали они на тот момент?» «Чингук мелкий» – просто открытая книга. Все настолько очевидно. Да, у Чингука все на лице написано. А как-то Хён в конце немного глаза прикрыл. В юности сложнее контролировать свои эмоции. Все на поверхности. Третье место. «Ревность Тихёна». Редко можно увидеть реально ревнивого Тихёна. «В тот день он был раздражен не на шутку. Злой Тигр». «Сегодня прошло ровно 4 месяца с момента. Хён идет первым. Зачислить безопасно». Чингук ласково похлопал Тихёна по голове и притянул его близко к сердцу всего на несколько секунд. На глазах у родителей, друзей и хёнов. Чингук всегда очевидно выражает свои чувства. «Его глаза и действия говорят». Не могу забыть этот взгляд. Второе место. Орех Чингука просто существует. Рукатый Хёна не может упустить такой возможности. «Я его прекрасно понимаю». «Я его прекрасно понимаю». «Первое место». «Ровно 10 лет исполняется. Почти поцелую Чингука и Тихёна». Тихён тогда сильно рисковал. До инфаркта миоката нас отделяли какие-то сущие миллиметры. Наша жизнь буквально висела на волоске. Но нас пожалели и оставили развивать фантазию дальше. Но знайте, что за камеры они все равно довели до конца незавершенное. «Вижу и вою». С каким знанием дело и как привычно Тихён притянул Чингука за шею. С каким желанием он смотрит на эти губы. Как Чингук с готовностью льнет, глядя прямо в глаза. И кончики их носов соприкасаются. «Мы были так близки». «Последние дни в Твиттере не очень спокойно». «Многие люди просто ведут себя жалко». «Я думаю, что некоторым нужно буквально разложить всё по полочкам, чтобы вы наконец пришли в себя». Сейчас в сети гуляют эти фотки. И некоторые люди радуются, что разочаровали вигукеров. И на самом деле Чингук и Тихён не вдвоем были в ресторане в США в 2021 году. Но скажите мне, как эти фото определяют то, что Чингук и Тихён не пара? Как это вы поняли? И с каких пор размытые люди на заднем плане определяют, кто здесь с кем был? Давайте пройдемся по фактам. И я вам напомню, кто выложил эти фото в сеть. Во-первых, сам Чингук. В своем инстаграм опубликовал эти фото только с Тихёном. И вы с этим уже ничего не сделаете. Как бы у вас не горела ваша попа. Во-вторых, были там все BTS или были только Тэгу? Но факт остается фактом. Чингук поделился с нами только фото с Тихёном. То есть тем, кто ему дорог. И кого он хотел видеть у себя в профиле. И в-третьих, почему больше никто из BTS не опубликовали фото с этого ресторана? А Хасок и вовсе спрашивал у Чингука в комментариях, где этот Тэгу фоткались. Я понимаю, что некоторые глупцы сейчас в агонии. Высасывают все и ищут любые поводы унизить вегукеров. Так, как их расчет на армию развеял сам Чингук. Сначала сказав на трансляции, что хочет спецназу Чингуку. Ну а потом и вовсе перевелся на кухню подальше. Теперь Чингук и Чимин занимаются разными делами и не пересекаются особо. Как же так? Чингук продолжает выводить вас из фантазий даже в армии. Смиритесь уже и перестаньте сводить ребят. Тем более они сами со своего... Им самим с вас смешно. Дорогие соседи, ждите официальный контент от Биг Хит с камерами и сценарием, потому что мне всего этого уже всем давно ясно, кто с кем на самом деле близок. Если Соло Эра вам не открыла глаза, то вашу слепоту уже не излечить. От себя хочу добавить, что моя теория с этим рестораном всегда была другой. Но многие вегукеры думают, что Чингук и Тэхён там были вдвоем. И это наше право, которое некоторых волновать не должно. У вас таких личных фото никогда не было и не будет. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok